Друзья, всем привет! И мы продолжаем игру Черепашки Ниндзя Легенды. И сегодня у нас испытание Черепашья Буря. В этом испытании всего лишь 3 эпизода. Ограничено количество героев. В основном это негативные персонажи. Что ж, друзья, начнем битву. И для первого боя давайте-ка я возьму команду жутких монстров. Итак, Ракзар, Бакстер Муха. Вот еще к этому отряду давайте-ка я возьму Острозуба Саблезуба. И, конечно же, вот какого-то из монстров. Пусть это будет Супер Шреддер. Да, тоже мутант, жуткий монстр. Что ж, вперед, друзья. Итак, 4 волны в данном эпизоде. И в первом мне нас встречает Черепашки из мультика. Ракзар сразу же воет. Ага, друзья, прошу прощения, я атаковал. Вот кого я атаковал? Я атаковал Микки, сразу же удалось его выбить. Что здорово, отлично. Дальше Бакстер Муха пытается забросать при помощи кислоты Лео. Вот бросок. И половину здоровья удалось снять, причем оглушить Лео. Дальше Саблезуб кусает и догрызает Лео. Отлично. Супер Шреддер тем временем активирует свое сердце. И благодаря мутагену у нас проявляются особые способности. Исцеление на 3 хода плюс дополнительная защита. Что ж, замечательно. Острозуб тем временем вызывает врагов на бой, а Бакстер Муха заплевывает кислотой. Недостаточно, недостаточно. Тем не менее, ударом ног Саблезуб вот такой вот вертушкой выбивает Донни и остается только Раф. Раф в свою очередь контратакует, но Рокзар метает свои когти. Вот отлично. Снимает довольно-таки приличный кусок жизни. И Супер Шреддеру осталось только метнуть свои костяные кунаи и добить противника. Здорово. Ну что ж, с первой волной неплохо мы справились. Переходим ко второй, в которой нас ожидают черепашки из фильма. И первым делом я пытаюсь выбить Микеланджело. Вот это довольно-таки сильный лекарь. Как видите, опять же, Острозуб ударом плеча без проблем выбил этого противника. Тем временем Бакстер Муха усиливает, подлечивает наших героев. А вот кто это у нас Саблезуб пытается выбить левый удар хвоста и победа. Что ж, неплохо. Острозуб атакует Донни, ударом Курлака расплющивает этого врага. А Супер Шреддер тем временем атакует при помощи своих костяных кунаев. Отлично, большая часть здоровья выбита. Острозуб вводит на луну, вызывает Рафа на бой. Бакстер Муха наносит добивающий удар и мы переходим к третьей волне. Итак, черепашки, ролевики. Вот, и первым делом, конечно же, будем пытаться выбить лекаря. Поэтому Саблезуб атакует Донни. Отлично, удалось снять довольно-таки приличный кусок жизни. А Строзуб добивает. Супер. Итак, удар Супер Шреддера. Ванзай Косины кунаев в землю, шипами из-под земли. Он, шутя, сметает оставшихся черепашек и мы получаем победу. Здорово. Итак, добрались мы до четвертой волны, в которой уже встречают классические черепашки. И первым делом надо выбивать Рафа. Что и делает Рокзар. Ударом когтей выбивает противника. Бакстер Муха пытается справиться с Микки неудачно. Но удар Саблезуба добивает противника. Рокзар пытается справиться с Донни, но не получается. Но Супер Шреддер ему в этом помогает. Здорово. Ну что ж, остался только Лео. Удары Бакстера Муха не находят цели. А вот Саблезуб добивает противника. И все-таки мы вырываем и получаем победу на 3 звездочки. Что ж, неплохой результат. И мы идем с вами дальше. Что ж, супер, друзья. Итак, следующая команда. Давайте-ка подберем, кого бы взять для следующей битвы. Итак, если Супер Шреддер у нас работал. Давайте-ка, друзья. Я возьму команду Шреддера из мультика. Ну и, конечно же, ему в помощь. Раз это человек, давайте-ка я возьму команду людей. Крис, это у нас стиранка. Зэк. Ну и еще давайте-ка возьму Криса Брэдфорда и Ксевера Монтеса. Мне кажется, тоже довольно-таки неплохой у нас получился отряд. Ну и сейчас мы его потестируем в битве. Опять же, 4 волны. Встречает классические черепашки. И в начале боя Зэк пытается их поджарить при помощи световой бомбы. А, друзья, прошу прощения. Ошибся. Метнул шлем бумеранг. Ну, тогда давайте-ка пусть Шреддер призовет своих нить. Итак, идет по слайдбой. Сам идет, сметает беднягу, кого он уничтожил. Лео. Остальных врагов удалось снять большую часть здоровья. Кроме того, Крис Брэдфорг прокачивает дополнительную защиту, выпивая газировку. Замечательно. Вот, Ксевер ударом ноги вывивает Рафа. Вот, чудесно. Остался только Донни с Микки. Ага. Микки в свою очередь прокачивает атаку для своего отряда. А Сиранка... Вот, не буду, друзья, тратить массовую атаку. Жаль. Лучше мы метнем гранату. Ай-яй-яй. Так, я ошибся. Выстрел из гранатомета. Поражает врагов. Вот. И мы переходим к следующей волне. Что ж, давайте-ка сейчас я использую световые бомбы Зека. Вот так метнув, здорово удалось поджарить противника. Замечательно. Супер Шредер тем временем ударом сверху уничтожает противника. Отлично. А Крис Брэдфорд ударом ноги пытается справиться слева. Удар ноги с разворота выбивает противника. И... Ис Ксевер идет в атаку. Вот, танцуя КПР, боевой танец, он снимает защиту с вражеского отряда. Но приходит в ярость Раф. Что ж, не дадим ему ни единого шанса. Пусть, пусть Иранка лучше бросит гранату. Вот, подорвет Донни. Вот, не будем ему позволять исцелять вражеских героев. А Зек выстрелами с пальцем добивает Рафа. Что ж, с ролевиками мы неплохо справились. А сейчас команда оригинальных черепашек. И Супер Шреддер активирует особую обилку. Это исцеление плюс дополнительные способности для нашего отряда. Крис Брэдфорд, которыми того еще прокачивает дополнительную атаку, разбивая доску. И я посылаю в атаку Крис, это у нас к северу Монтеса. Ударами ножей он пытается поразить Лео. И что удивительно, у него получается. А добивающий удар наносит Стиранка. Итак, моя любимая атака. Выстрел из пулемета. Сражает сразу же двоих черепашек. Раф оригинально выживает, но ненадолго. Вот Зек добивает этого противника. И мы переходим к четвертой волне, в которой встречает черепашки видения. Просто-просто супер. Ну что ж, друзья, давайте-ка я попробую справиться с Рафом видения. И Шреддер мультяшный атакует, снимает часть жизни с этого врага. Тот выживает. Ненадолго к северу добивает противника. Что ж, неплохо. Итак, друзья, давайте-ка попробуем справиться с Лео видения. Итак, ударом ноги к северу снимает часть жизни. И Зек, метнув шлем Бумеранг, все-таки добивает Лео. Что ж, неплохо. Остается Донни с Микки. Ну а пока пытаемся справиться с Микеланджело. Удар кости от Стиранка. И что же? И враг повержен. Отлично. Ну, Микеланджело, я тоже думаю, мы общими усилиями как-то сейчас запинаем. Отлично. Отлично. Проходят удары наши герои. В свою очередь, Микеланджело видение качает точность. Но это уже ему не поможет. Зек, метнув ситовую бомбу, поджарил противника. И в квике мы получили идеальную победу. На три звездочки. Что ж, неплохой результат. И мы идем с вами дальше. Да, и наша награда это доллары, это осколки, это особые монеты и ДНК Донателла Ролевого. Просто супер. Ну, что ж, друзья. Финальный третий эпизод. И для него давайте-ка возьмем какую-то необычную команду. Вот команду мутантов и людей мы уже собрали. Ну, а сейчас команда классических героев. Классический Шреддер. Классический Бибаб Рокстеди. Вот давайте-ка я возьму еще вот классического Крэнга. Ну, еще хотел бы кого-то взять. Вот только думаю, то ли Кроликов, то ли Тигриного Когтя. Это тоже мои любимые герои. Хотя, в принципе, классический отряд довольно-таки тоже здорово должен сражаться. Тем не менее, давайте-ка на помощь к нашему классическим героям я добавлю Кроликов. Что ж, вперед в атаку. Шесть эпизодов. Да, мне кажется, друзья, хорошо, что я взял Кроликов. Иначе было бы тяжело здесь сражаться. Ну, а пока враги атакуют и Раф Ролевик забрасывает наших героев черепами. И да, друзья, я смотрю, не сделал ли я ошибку, что я не взял Лекаря, чтобы он подлечивал наших героев. Что ж, мощнейшая атака нашего отряда. Кролики трансформируются в робота и наносят сокрушительный удар. Сметающий все на своем пути. Отлично. Сразу же двоих Ролевиков удалось снять. Остальных я, друзья, буду просто бодать при помощи Рокстаги. Итак, удар Рогом классического. Рокстаги выбивает очередную черепашку. Вот, Лео тем временем метает щит бумеранг. А я буду пытаться усиливать наш отряд благодаря особой технике Шредера классического. Неплохо. Еще один удар от классического Бибопа. И я надеюсь, что враг будет повержен. Да, Лео удалось выбить. Отлично. И мы переходим к следующей волне. Вторая волна, в которой встречают мультяшные черепашки. Итак, да. И наши кролики трансформируются в огромную пушку. Лазерную, которая, стреляя лучом, наносит массовый урон, сметая большую часть здоровья вражеского отряда. Как видите, мультяшные черепашки выживают, но ненадолго. Опять же, очередная массовая атака. На сей раз Шредер классический призывает помощь из иного измерения. И нам удается без проблем вынести и эту волну. Итак, третья волна с классическими черепашками. Здесь уже будет посложнее. Тем не менее, Рокстрии жонглирует гранатами, забрасывает врагов бомбами, подрывает, снимает часть здоровья. Но это все, что удалось сделать. Что ж, тогда давайте-ка усиливать наш отряд. Для этого Бибоп классический поедает попкорб. Тем самым усиливая наши герои. Что ж, неплохо, а я тем временем, благодаря крангу классическому, призываю технодром, который стреляет из плазменной пушки, выжигая оставшиеся здоровья вражеского отряда. Взрыв, удар есть. Классические черепашки уничтожены, и мы переходим к четвертой волне. Итак, супер, друзья. Вот остаются у нас оригинальные черепашки в этой волне. Давайте-ка я попытаюсь с ними справиться. И кролики, трансформировавшись в колесо, пытаются уничтожить противника. Есть кролики, уничтожая трафа оригинального. Здорово. Тем временем, Шреддер классический, объединяя свой меч Алибарда в одно, метает его и выбивает Микеланджело оригинального. Просто-просто супер. Отлично. Давайте-ка я попробую справиться с Дони. Биба классический обстреливает его при помощи своего автомата. Но, как видите, враг выживает. Что ж, надо усиливать наш отряд. Для этого Кран классический вынимает себя же и своего же комбинезона. Призывает к атаке. И наши герои сейчас будут атаковать. Вот, отлично. Ну что ж, Рокстыдис пытается выстрелить из своей пушки. Вот, отлично снимает часть жизни у вражеского героя, но тот выживает ненадолго. Вперед идут кролики, которые все-таки допинали очередной оригинальную черепашку. Но Лео оригинальных приходит в ярость. Забрасывает наших героев осколками. Что ж, надеюсь, Шреддер с ним справится. Нет, не справился, но часть здоровья удалось снять. Вот, Рокстыдис рубит, а Бибоп классический добивает противника. И мы переходим к пятой волне. Что ж, неплохо. И нас встречают черепашки видения. И приходит время Кранга классического, который активирует особую ядерную бомбу. Стреляет, и что же, и выжигает, уничтожает большую часть здоровья вражеского отряда. Тем не менее, как видите, враги выживают. Но мне в первую очередь надо выбивать либо Рафа, либо Лео видения. По моему мнению, Раф и его огненными атаками посильнее. Поэтому кролики пытались выбить, не справились. Что ж, Шреддер рубит и все-таки добивает Рафа видения. Отлично. Рокстыдис справляется с Лео видения. И дальше уже попробуем справиться Микки. Да, вот постепенно наши герои добивают вражеских черепашек. Вот остается только Донни, и кролики его запинали. И да, друзья, мы переходим к финальной шестой волне данного испытания, в которой нас встречает космос черепашки. Донни, Микки, Лео и Раф. Что ж, друзья, давайте-ка я начну Рафа. Хотя здесь особой разницы нету, но возле Рафа, видите, зеленый треугольник, урон повышен. Поэтому Шреддер рубит этого противника. Отлично. Снимает половину жизни. И Биба пытается запинать. Да, 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 удается справиться с Рафом. Отлично. Дальше, вот Крам классический метает свою булаву и снимает большую часть жизни. Но это все, что удалось сделать. Ну а пока обновилась способность кроликов. И кролики трансформируются в огромного робота-трансформера и наносят сокрушительный удар, сметающий все на своем пути. Ох, ничего себе. Лео космический выбит. Остался только Микки с Донни. Вот и это уже не противники. Так как Рокстеди рубит, добивает Микеланджело космического. Ох, ничего себе. Донни напоследок решил отомстить. Поджаривает при помощи лазерного луча наших кроликов. Снимает часть жизни. Вот, но это все, что ему удалось сделать. Итак, как видите, Шреддер классический в ярости. Еще усиливает наших героев. Но это уже не нужно. Так как гранатомет Биба по классическому приносит победу в нашем испытании. Что ж, просто-просто супер. Итак, друзья, сегодня я на этом уже с вами буду прощаться. Мы одержали победу. Прошли полностью испытания. Наша награда. Доллары, осколки, монеты и ДНК Леонарда Ведения. Вот. Испытание Черепажья Буря пройдено. Итак, всем пока-пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ожидайте новых серий. Пишите в отзывах, комментариях, кого из героев прокачивать в следующем видео. И я буду действовать согласно ваших отзывов и комментариев. И, конечно же, чтобы не пропустить ни одну серию, нажимайте в правом верхнем углу на колокольчик возле кнопки подписка. И к вам будут приходить уведомления о новых видео. Всем пока, друзья. До новых встреч. До новых встреч.